Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковин. И сегодня у нас 13 октября, пятница 13. Это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну, главной темой сегодня в основном будет, конечно, Авдеевка. То, что происходит в этом населенном пункте и вокруг него. Но начать все-таки я хочу с хороших новостей, с другого поля боя. А именно с военно-морского фронта, скажем так. Вчера украинское командование, командование флота украинского официально объявило, что российский сторожевой корабль Павел Державин, это очень новый, очень современный корабль, носитель крылатых ракет. Так вот, что он получил серьезное повреждение в результате взрыва, который случился на внешнем рейде Севастополя. Причины этого взрыва не сообщались. Фотографии и видеозаписи этого инцидента тоже не было. Неясно было даже, утонул этот корабль или сумел остаться на плаву. Но раз информация была из официального источника, из Министерства обороны Украины, то, в общем, наверное, поверить можно ей было. Хотя, конечно, в таких случаях всегда лучше дожидаться фото и видеодоказательств, которых, напомню, вчера не было. Но вот, смотрите, какая интересная история. Сегодня оттуда же пришли очень похожие новости, что на рейде Севастополя взорван российский сторожевой корабль, носитель крылатых ракет. Но на этот раз сообщают, что пострадал корабль Василий Быков, который, кстати, является сторожевым кораблем того же проекта, что и Павел Державин, о котором сообщалось днем ранее. Но самое главное тут вот что. Во втором случае, то есть в случае с Василием Быковым, есть фото и видео того, как этот корабль горит. Как вокруг него кружат спасательные вертолеты и какие-то там катера пожарные, видимо. То есть тут уже точно с кораблем случилось что-то серьезное. Он, правда, не утонул, но загорелся. Горел черным таким густым дымом. Видимо, топливо горело на нем. И, очевидно, он получил такие мощные повреждения, которые не позволят ему нести службу, ну, как минимум, в ближайшее время. Так вот, я вот что хочу сказать. Из-за того, что эти два корабля внешне почти неотличимы от Державин и Быков, описание их проблем звучит примерно одинаковым, а случились эти инциденты с разницей всего лишь в одни сутки, у меня есть подозрение, что на самом-то деле речь здесь идет об одном и том же происшествии. Видимо, случилось все вчера, но вот видео появилось только сегодня. Причем вчера подумали, что досталось Державину, а на самом-то деле был подбит и загорелся Василий Быков. Как бы то ни было, я думаю, никто особенно не сомневается, что Державин или Быков или оба они загорелся, загорелись не сами, а с деятельной помощью украинских спецслужб и военных. Это, конечно, очень хорошие новости, поскольку после уничтожения крейсера «Москва» корабли вот этого класса, они стали главной ударной силой Черноморского флота России, а также главными носителями крылатых ракет. Из-за крылатых ракет прошлой зимой все украинцы страдали без исключения. Почему? Потому что отключалось электричество, где-то теплое водоснабжение и так далее. Поэтому чем меньше таких кораблей будет, тем лучше буквально будет всем. И постепенное выбывание этих кораблей из строя, в общем, означает, что у Черноморского флота России будет существенно меньше возможности запускать эти самые крылатые ракеты по украинской критической инфраструктуре. То есть меньше будет гражданских объектов разрушено и меньше будет жертв. Очень хорошо. Ну а участников и организаторов этой операции, операции по выдавливанию Черноморского флота вот такими способами, из Черного, собственно, моря, можно и нужно поздравить с большим успехом. Конечно, уничтожение или даже повреждение такого корабля – это очень круто. Корабль такой стоит несколько сотен миллионов долларов. И его выбывание из строя – это существенная потеря для российского флота. Восполнить такую потерю во время войны будет очень сложно, если вообще возможно. Тем более, что даже ремонтировать эти корабли сейчас особо негде, поскольку в Севастополе был разрушен судоремонтный завод. То есть тут налицо продолжение вот этой тенденции, о которой я уже пару раз говорил, о том, что Украина тихой сапой, не так чтобы там с большой помпой, но выдавливает российский флот из Черного моря, делает Черное море акваторией недоступной для российских военных кораблей и самолетов. И, видимо, скорость делает полностью недоступным, что позволит возобновить экспорт украинских товаров из портов Одессы и Николаева Херсона в полном объеме, плюс позволит одновременно приостановить российскую морскую торговлю из Новороссийской. В общем, это очень-очень хорошая новость. Еще одна важная история, связанная с морем, с флотом, случилась на Балтийском море, то есть существенно севернее. Там по неизвестным пока причинам, хотя все, конечно, догадываются об этих причинах, на дне Финского залива был разорван оптоволоконный кабель, связывающий Финляндию и Эстонию. Также там был разрушен магистральный газопровод, проложенный прямо, ну параллельно этому кабелю по тому же маршруту. Финны с эстонцами, естественно, полезли выяснять, что же там там случилось. И обнаружили следы, как у них так деликатно сказано, внешнего воздействия, проще говоря, взрыва. Причем прямо там, где их газопровод и их кабель пересекались с ниткой российского газопровода Северный поток. Тут, конечно, не знаю, мне кажется, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, чьих рук это работа. Кто вообще так устраивает, давайте задумываемся, диверсии, убийства по всему миру, кто неоднократно и публично нападал на другие страны, угрожал ломать, самое важное, да, угрожали же ломать, реально, западные трубопроводы и подводные кабели. И вообще, давайте подумаем, у кого есть подводные лодки, бодискафы для проведения в действие этих угроз. Ну, явно не у Молдавии или у Люксембурга, или уж даже не у Эстонии и Финляндии. Кстати, еще в апреле телекомпании, общественные телекомпании из Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии провели совместное расследование о действиях России на морях, так сказать, на их морях. И выяснили в этом расследовании, что у Российской Федерации есть целая военная программа. То есть, это не один какой-нибудь кораблик или вертолетик, нет, это целая программа, целый отдел в Министерстве обороны, который в качестве потенциальных целей находит и исследует, цитата, ветряные электростанции, газопроводы, кабели связи и тому подобные объекты в водах вокруг Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. То есть, Россия совершенно не скрывала, ну как, наверное, это секретная все-таки была программа, то все, наверное, скрывались, но эти чувачки выяснили, что в России есть программа, нацеленная как раз на уничтожение подводных газопроводов и кабелей, да. Поэтому, слушайте, ну тут, мне кажется, все ясно. В случае обострения, какое отношение с означенными странами, то есть Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, россияне, в общем, собирались все эти цели уничтожать эти объекты. Ну и давайте еще вспомним, кто же, блин, у нас постоянно наезжает на Эстонию, на Финляндию, на многие другие страны по поводу поставок оружия Украине, да и вообще часто без всякого повода, просто так. Я ради интереса посмотрел, что там один из ведущих российских спикеров говорит по поводу отношений с Финляндией, с Эстонией, из последнего, так сказать, его. Цитата, смотрите. Особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения. Мозги им, конечно, засрали знатно. Но есть предел напор фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах цимичной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев. Ну, как вы, наверное, догадались, вот это в своей неповторимой, дружелюбной, доброжелательной манере выступил никто иной, как Дмитрий Медведев, бывший президент Российской Федерации, заместитель главы Совета Безопасности ее же, то есть Российской Федерации. Это не какой-то Васи из-за гаражей, там, неопохмелившийся, тут, значит, ругается. Это целый зам, заместитель главы Совета Безопасности, бывший президент на полчасика. Поэтому, как говорится, знаете, что касается этого газопровода и этого кабеля связи, не будем показывать пальцем, но все и так понимают, что газопровод и кабель повредила, прервала, разломала сама Российская Федерация. Но на Западе, конечно, это мои доказательства не проканают, там принято обосновывать свою позицию твердыми какими-то доказательствами, материальными, что называется, доказательствами. Поэтому там сейчас на дне Финского залива идет сбор улик, пытаются выяснить, ну, какие-то, знаете, прям непосредственные указания на участие Российской Федерации. К расследованию этому привлекли сейчас НАТО, как организацию. И, ну, это, в общем, логично, потому что и Эстония, и Финляндия с недавних пор входят в НАТО. Генеральный секретарь ООН, ой, извините, господи, НАТО, конечно, Йенс Столтенберг заявил следующее. Если подтвердится, что газопровод, Балтий коннектор между Финляндией и Эстонией был поврежден намеренно, то ответ НАТО будет единым и решительным, сказал Йенс Столтенберг. А финны ему на это ответили. Ну, да, газопровод сломали специально. Мы вот уже полезли туда, посмотрели, видим, взрыв был. Поэтому, да, это бомба была диверсия. Поэтому давай-ка, НАТО, ждем от тебя твоего единого и решительного ответа. Ну, пока НАТО, так сказать, помалкивает, пока, пока, может быть, готовит этот ответ. Но что, в принципе, они могли бы сделать в этой ситуации? На мой взгляд, они запросто могут объявить, что финский залив стал зоной повышенной военной опасности, что там на дне или где-то около дна действует суперопасная подводная лодка, которая занимается диверсиями. И эту лодку оттуда, конечно, обязательно надо извлечь и привлечь к ответственности. Чья это лодка? С понтом неизвестна. И все тут, значит, подмигнули. Поэтому, пока мы не поймаем эту лодку подводную, или пока автор диверсии не признается в совершенном, в содеянном, то гражданское судоходство в акватории Финского залива будет закрыто. Там объявляется зона военной операции по поиску диверсантов. На практике подобная мера будет означать, что порты Петербург и Усть-Луга, Усть-Луга, если кто не знает, это нефтеналивной порт, они прекратят работать. Потому что и тот, и другой они стоят на побережье собственно Финского залива. В сумме Петербург и Усть-Луга это около четверти всех российских морских переводок. И значительная доля грузооборота России с Европой. Больше половины идет через Петербург и Усть-Лугу. То есть, прикрытие этих двух ворот, скажем так, морских России обернется тяжелейшим ударом для экономики этой страны. Ну, реально отсечь четверть морских перевозок одним ударом это очень серьезный вопрос. Тем более, что альтернативы для Усть-Луги, например, по большому счету нет, потому что этот порт создавался специально как нефтеналивной порт. Через него идет нефтяной экспорт и экспорт нефтепродуктов. Теоретически, конечно, Балтийский флот России, краснознаменный он кажется, должен в этой ситуации прорвать морскую блокаду героическим рывком и освободить российские торговые суда, заострявшие в Финском заливе. Но у меня, и не только у меня, есть очень серьезное сомнение, что российский Балтийский флот сумеет ну хотя бы минут 20 противостоять объединенным флотам стран НАТО, которые действуют там же в Балтийском море. Потому что, конечно, их совокупная мощь существенно превышает все, что даже теоретически мог бы представить Балтийский флот еще советский в свои лучшие годы. А сейчас ситуация для них, то есть для стран НАТО еще круче. Почему? Потому что все наземные части флота, плюс значительная доля его кораблей, они отправились на войну с Украиной. То есть вот многие корабли, которые сейчас подбивают украинцы там в Севастополе и его окрестностях, где-то там на рейде, это корабли других флотов, не Черноморского. То есть есть и Балтийский флот там присутствует, и даже Тихоокеанские, по-моему, какие-то корабли были там на Черном море. Поэтому я что-то сильно сомневаюсь, что Россия сможет в военном смысле хоть что-то противопоставить совокупной объединенной мощи НАТО на Финском заливе и на Балтийском море. Поэтому, устроив диверсию на финско-эстонском газопроводе, Российская Федерация может получить очень большие неприятности для себя вот в плане торгового судоходства. Кстати, знаете еще какая проблема? Закрытие Финского залива для торгового судоходства, для гражданского судоходства отрежет фактически еще от Российской Федерации и Калининградскую область, которая опять же со всех сторон окружена странами НАТО. Потому что, скорее всего, будет закрыто не только судоходство, но и воздушное пространство. Соответственно, российские, даже гражданские самолеты не смогут летать над Финским заливом и они не смогут летать в Калининград из других городов России. То есть, область калининградская будет полностью отрезана. Причем, я думаю, что НАТОвцы, скорее всего, что-то такое сделают, на какую-то такую миру пойдут. Объясню почему. Поскольку, знаете, все уже убедились, что Россия, в общем, только язык силы понимает. Если говорить, то пытаться убеждать, как-то разговаривать. Ну, получишь эти диверсии очередные на газопроводах, на каких-нибудь еще объектах морских. Поэтому, смотрите, если НАТО сейчас не отреагирует на взрыв газопровода и на разрыв кабеля, то через пару недель, я уверен, абсолютно, где-то в Северном море или где-то в Балтийском море еще что-нибудь взорвется, а потом роворвется, а потом еще и еще и еще. Объектов для подводных диверсий в Северном и Балтийском морях гигантское количество. Там, не знаю, все море устлано, все дно этого моря устлано разными какими-то проводами, какими-то объектами, какими-то еще и штуками. В общем-то, навалом всего, это же центр самой Европы, причем центр самой развитой Европы, там Швеции, Норвегии, Великобритании, Дания, Германия, то есть все-все-все суперкрутые промышленно-развитые страны, они, конечно, дно этого, этих морей Балтийского и Северного освоили очень хорошо, и там есть что взрывать, есть что ломать. И Россия будет это ломать и взрывать, потому что будет чувствовать полную безнаказанность, если сейчас ей нормально так не ударят по рукам. НАТО, конечно, в этой ситуации давным-давно, ну не только в этой ситуации, а вообще реально давно, пора уже взяться за ум и начать выполнять свою работу, для которой НАТО, собственно, и создавали, а именно давать отпор вооруженным военным операциям Российской Федерации против стран в НАТО входящих. Потому что бездействие в этой ситуации будет выглядеть, ну знаете, как приглашение к эскалации агрессии. Вот именно так это и будет воспринято Российской Федерации. Ага, вы ничем не отвечаете, значит будем дальше долбать. Ну и еще одна важная новость из этого же региона. Дания на днях объявила о том, что первые самолеты-истребители Ф-16 будут поставлены Украине не позднее первого квартала 2024 года. То есть до конца марта следующего года эти самолеты будут уже в Украине. Сейчас многие люди говорят, что а почему вот в следующем году, почему не в прошлом году, очень поздно, надо было быстрее. И я с этим согласен, действительно надо было быстрее, очень медленно раскачивались западные страны. Но это, к сожалению, сдержки демократии. Потому что да, в демократических странах решения быстро не принимаются. Каждое решение обдумывается, подвергаются критике с разных сторон, еще раз обдумывается, потом обсуждается в парламенте, обсуждается. В общем, это целая огромная процедура. Да, это защита от дурака, чтобы случайно не сделать что-нибудь плохое и нехорошее. Вот они это все обсуждали, обдумывали, обдумывали, обсуждали, наконец решили, что да, самолеты даем. И вот, к сожалению, только сейчас. Но лучше сейчас, чем вообще никогда. В начале большого вторжения в марте прошлого года вообще мало кто верил в то, что когда-либо F-16 будут поставлены в Украину. То есть это тогда звучало как настоящая фантастика. А я, кстати, говорил, что будут поставлены. Рано или поздно. Меня тогда очень сильно ругали разные люди за то, что я излишний оптимизм излучаю. И говорили, ты что с ума сошел? Даже МИГ-29 из Польши не могут поставить. Какие F-16? Ты вообще чугарадишь огород? Твои предсказания никогда не исполняются. Зачем ты людей зря обнадеживаешь? Но вот, как видим, не так, что прям совсем и зря это было. Потому что датский министр Троэльс Лунд Поулсен сказал, что уже активно идет подготовка экипажей, наземных команд, включая техников, инженеров, которые будут заниматься обслуживанием этих самых F-16. Ну и относительно скоро, через полгода, получается, примерно эти самолеты будут в Украине. И я надеюсь, и думаю, что мои надежды не безосновательные, F-16 смогут очень здорово помочь в том, чтобы очистить украинское небо от незаконно пребывающих в этом небе российских летательных аппаратов, как самолетов, так и вертолетов. Потому что сейчас, конечно, от российской авиации очень много проблем, например, в Донецкой области, где россияне пошли на штурм Авдеевки. На такой решительный, мощный, заранее подготовленный и достаточно масштабный штурм. Для бомбардировки украинских позиций сейчас там в районе Авдеевки используются авиабомбы россиянами по 250 килограмм, по 500 килограмм и даже по полторы тонны. Когда такая бомба падает на землю, она оставляет после себя гигантский кратер. Это очень-очень серьезная вещь, очень серьезное оружие. Обычно такие бомбы сейчас россияне научились кидать с расстояния в 20, 30, 40 даже километров. И дальше они, эти бомбы, раскрывают крылышки такие специальные и летят к цели. Самолеты сбрасывают эти бомбы, даже не долетая линии фронта. То есть за 40 километров от линии фронта отпустил и полетел обратно. Поэтому сбивать такие российские бомбардировщики очень тяжело. Они просто не заходят в зону противовоздушной обороны Украины. Но для самолетов F-16, которые обещают датчане, а также обещают голландцы такие же самолеты прислать, эти 40 километров не проблема вообще. У этих самолетов F-16, у них очень зоркие, дальнозоркие глаза, радары и очень длинные руки ракеты. Ракеты американский Амрам, которые, видимо, будут идти в комплекте с F-16. Даже 100 километров, даже 150 километров не проблема. И из-за этого российские бомбардировщики, из-за присутствия в небе украинских F-16, российские бомбардировщики даже не смогут подойти на необходимое расстояние к линии фронта, чтобы просто сбросить эти бомбы. Они будут сбиты украинскими F-16 с помощью американских ракет задолго до того, как они подойдут к зоне, откуда можно сбрасывать свои бомбы. В общем, F-16 сейчас очень-очень пригодились бы в небе над Авдеевкой. К сожалению, их там нет, и на данный момент украинские военные сейчас справляются в Авдеевке теми силами, какие у них есть в наличии. Ситуация там очень-очень-очень сложная, и какая именно, в каком направлении она развивается, давайте я уже в следующей части расскажу. Подписывайся на канал Радио НВ, ось тут! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова